Надежда Тефи. Дон Жуан. В пятницу, 14 января, ровно в 8 часов вечера, гимназист 8 класса Володя Базарев сделался Дон Жуаном. Произошло это совершенно просто и вполне неожиданно, как и многие великие события, а именно так. Стоял Володя перед зеркалом и маслил височные хохлы и рисовой помадой. Он собирался к Чепцовым. Колька Маслов, товарищ и единомышленник сидел тут же и курил папиросу. Пока что на выворот, не в себя, а из себя. Но в сущности не все ли равно, кто кем затягивается, папироса курильщиком или курильщик папиросой, лишь бы было взаимное общение. Намаслив хохлы по всем требованиям современной эстетики, Володя спросил у Кольки, «Не правда ли у меня сегодня довольно загадочные глаза?» И, прищурившись, прибавил, «Я ведь в сущности Дон Жуан». Никто не пророк в своем отечестве. И, несмотря на всю очевидность Володиного признания, Колька фыркнул и спросил презрительно, «Это ты-то?» «Ну да, я. Это почему же?» «Очень просто. Потому что я, в сущности, не люблю ни одной женщины. Я завлекаю их, а сам ищу только свое «я». Впрочем, ты этого все равно не поймешь». «А Катенька Чепцова?» Володя Базарев покраснел, но взглянул в зеркало и нашел свое «я». Катенька Чепцова такая же для меня игрушка, как и все другие женщины. Колька отвернулся и сделал вид, что ему все это совершенно безразлично, но словно маленькая пчелка кольнула его в сердце. Он завидовал карьере приятеля. У Чепцовых было много народа, молодого и трагического, потому что никто так не боится уронить свое достоинство, как гимназист и гимназистка последних классов. Володя направился было к Катеньке, но вовремя вспомнил, что он Дон Жуан, и сел в стороне. Поблизости оказалась хозяйская тетка и бутерброды с ветчиной. Тетка была молчалива, но ветчина, первая и вечная Володина любовь, звала его к себе, манила и тянула. Он уже наметил кусок поаппетитнее, но вспомнил, что он, Дон Жуан, и, горько усмехнувшись, опустил руку. Дон Жуан, уплетающий бутерброды с ветчиной, «Разве я могу хотеть ветчины? Разве я хочу ее?» Нет, он совсем не хотел. Он пил чай с лимоном, что не могло бы унизить самого Дон Жуана Дамаранья. Катенька подошла к нему, но он еле ответил ей. Должна же она понять, что женщины ему надоели. После чая играли фанты, но уж, конечно, не он. Он стоял у дверей и загадочно улыбался, глядя на портьеру. Катенька подошла к нему снова. «А чего вы не были у нас во вторник?» «Я не могу вам этого сказать», — отвечал он надменно. «Не могу, потому что у меня было свидание с двумя женщинами. Если хотите, даже с тремя». «Нет, я не хочу», — пробормотала Катенька. Она, кажется, начинала понимать, с кем имеет дело. Позвали ужинать. Запахло рябчиками, и кто-то сказал про мороженое. Но все это было не для Володи. Дон Жуаны не ужинают, им некогда. Они по ночам губят женщин. «Володя», — умоляюще сказала Катенька. «Приходите завтра, в три часа на каток». «Завтра?» — весь вспыхнул он, но тут же надменно прищурился. «Завтра как раз в три у меня будет одна графиня». Катенька взглянула на него испуганно и преданно. И вся душа его зажглась восторгом. Но он был Дон Жуан. Он поклонился и вышел, забыв калоши. На другой день Колька Маслов застал Володю в постели. «Что ты валяешься? Уже половина третьего! Вставай!» Но Володя даже не повернулся и прикрыл голову одеялом. «Да ты никак ревешь!» Володя вдруг вскочил. Хохлатый, красный, весь запухший и мокрый от слез. «Я не могу пойти на каток! Я не могу!» «Чего ты?» — испугался приятель. «Кто ж тебя гонит?» Катенька просила. «А я не могу! Пусть мучается! Я должен ее губить!» Он всхлипывал и вытирал нос байковым одеялом. «Теперь уж все кончено! Я вчера и не ужинал, и теперь уже все кончено! Я ищу свое «я!» Колька не утешал. «Тяжело, но что же делать? Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвует для него житейскими мелочами!» «Черпи!» 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 «Черпи!»